Дмитрий Медведев провел в среду в московской школе управления Сколково, на базе которой формируется тот самый инновационный центр, свою первую за три года президентства большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Вел он ее самостоятельно, продлился она больше двух часов, президент ответил на 42 вопроса. Судя по завершающей фразе Медведева, это была не последняя подобная его встреча с журналистами. Что именно он имел в виду, говоря о скорых будущих встречах, проведет ли он еще раз такую пресс-конференцию, находясь в должности президента, или это был намек на встречу уже на втором сроке, это, как и многое другое, осталось тайной. В структуре намеков президента пытался разобраться Роман Бабаян. Практически до последнего момента место проведения встречи с журналистами не называлось. Пресс-служба президента только намекала, что она пройдет не в Кремле, и что место пресс-конференции станет сюрпризом для всех. Так оно и получилось. Теперь понятно, что школа управления Сколково была выбрана не случайно. Именно здесь, в Сколкове, реализуется проект инновационного центра, который стартовал по инициативе российского президента. Медведев вел пресс-конференцию сам, без каких-либо помощников. Это была его собственная инициатива, и такой формат общения президенту явно нравился. Он держался уверенно и очень естественно, периодически даже шутил. С самого начала он повел встречу таким образом, чтобы сидящие в зале журналисты поняли, что президент готов отвечать на любые вопросы и при этом не настаивает на строго деловой манере общения. Я знаю, что у вашей супруги есть два машиноместа, а мне машину поставить негде. Вот не сдадите ли случай машина в аренде? В отношении того, как вам машину... Вот. И знаете, я подумаю над тем, чтобы это был взаимовыгодный процесс. Значит, у нас действительно есть два машиноместа, которые не используются. Так что шансы есть. Но, как вы правильно заметили, эти машиноместа принадлежат не мне, а жене. Поэтому без нее я, конечно, это решение принять не могу. Если она согласится и условия, которые вами предложены, ее устроят, то тогда готов рассмотреть этот вопрос. 815 российских и иностранных журналистов этот посыл к неформальному общению приняли. Уже очень скоро многие стали выкрикивать свои вопросы просто с места. Кто-то пытался привлечь внимание президента, размахивая айпадом. Другие тут же в зале рисовали в своих блокнотах вопросительные и восклицательные знаки, и это президенту было понятно. А кто-то изобразил сердце, и Медведев в какой-то момент, рассмеявшись, даже спросил, что это значит. Сначала президент отвечал на вопросы из зала, затем выбрал четыре вопроса, которые ему прислали по интернету. Вопрос про техосмотр. Относительно недавно президент заявлял, что эту процедуру нужно или отменить совсем, или максимально упростить. Журналистов интересовали результаты этой инициативы. Эта процедура не должна быть бессмысленной, она не должна быть обременительной, она не должна быть просто дурацкой, которая всех ставит в очень неудобное положение. Еще раз подчеркиваю, нужно вывести это из-под милиции и сделать это максимально простым вместе с техническим обслуживанием и заключением договора страхования автогражданской ответственности, которая является для всех обязательным. По словам президента, соответствующие законопроекты уже в самое ближайшее время поступят в Госдуму. В результате новые автомобили проходить техосмотр не будут вообще. Автомобили от трех до семи лет будут проходить осмотр раз в два года, а машины старше семи лет каждый год. У президента спросили, кто пойдет на выборы, но на это он сказал, что подобные заявления делаются в строго определенный момент и на встречах несколько иного формата. Однако при этом он пообещал эту предвыборную интригу не затягивать до бесконечности. Еще раз подчеркиваю, все это должно подчиняться определенному вполне разумному сценарию. Но это не значит, что это может продолжаться бесконечно. Конечно, у избирательного жанра есть свои законы, и этим законам буду следовать и я. Если я определюсь сделать такое заявление, я его сделаю. Как мною было сказано не так давно в интервью нашим китайским коллегам, в этой ситуации уже осталось ждать не так много. Это заявление достаточно близкого порядка. Естественно, прозвучал вопрос и про отношения с премьер-министром. Президент улыбается и говорит, что был уверен, что этот вопрос будет на встрече с самым популярным, а на самом деле он оказался даже не первым. Затем отвечает. Наши отношения с моим коллегой и моим политическим партнером Владимиром Путиным, это не просто то, что принято называть тандемом. Это на самом деле отношения, которые длятся уже более 20 лет. Мы друг друга очень неплохо знаем и хорошо чувствуем. Мы действительно с ним единомышленники. Что бы там иногда ни говорили на эту тему, но у нас очень близкие подходы к ключевым вопросам развития страны. Но это не значит, что мы совпадаем с ним во всем. Так не должно быть. Это было бы очень скучно. Это и просто неправильно. Каждый человек, он имеет право на собственные ощущения и на собственные подходы. Но в стратегии мы близки. Иначе мы просто не смогли работать. Медведев снова повторил, что не исключает того, что в будущем в России президент будет партийным. Это нормально, сказал он. И так обстоят дела во многих странах мира. Тут же прозвучал вопрос, на какие политические силы он будет опираться, если примет решение баллотироваться на второй срок. Ответ Дмитрия Медведева был четким. Если я буду баллотироваться в президенты, я, конечно, хотел бы опираться на определенные политические силы. По-другому невозможно. И это политические партии. На кого опираться? Ну, если я буду этим заниматься, я надеюсь опираться, в том числе и на тех, кто меня выдвигал до того. Далее был целый ряд вопросов на международные темы. Президент заявил, что Россия не поддержит никаких резолюций по Сирии, если такой вопрос поднимется на заседании Совета Безопасности. Он открыто говорит о том, что разочарован, как воспользовались резолюции ООН в отношении Ливии, которую Россия поддержала. Больше таких ошибок не будет. Отношения с Соединенными Штатами и НАТО хорошие, но американцы должны стать скромнее и должны пересмотреть свою позицию по ПРО. В противном случае Россия, сказал Медведев, начнет форсировать развитие своего ударного ядерного потенциала. Это мой друг Обама должен понимать, сказал президент, иначе мы можем опять скатиться к холодной войне. С Китаем полное взаимопонимание. Со Страсбургским судом Россия будет продолжать сотрудничать, потому что ей это очень важно. Вопрос представителей украинских СМИ о стремлении Украины в Евросоюз. Президент отвечает резко. Украина, говорит он, не может сидеть на двух стульях. Ей необходимо выбирать. В итоге на пресс-конференции были заданы 42 вопроса. После встречи журналисты и политологи обмениваются впечатлениями. Одни полностью удовлетворены, другие считают, что ничего нового президент не сказал. Однако и тем, и другим понравилась манера общения Дмитрия Медведева. Но в то же время остались и вопросы, на которые хотелось бы получить ответ президента. Роман Бабаян специально для главной системы.